Человек никогда себя нигде не проявил, кроме того, что он брат Назарбаева, никому не известный ни в чем, ни в экономике, ни в бизнесе, нигде. Булат Назарбаев возглавлял Совет Директоров Казахмыса. То есть Казахмыс это частное предприятие Назарбаева, которое давал официально только прибыль на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Из бюджета страны Султан Назарбаев единовременно, один раз только решением правительства, подарил 20,5 миллиард долларов. По нему, я думаю, все, кто живет в Алмате, в Алматинской области, достаточно хорошо знают, как он набирает в людей бизнес, как он насилует жен. А сейчас он, уже много случаев, когда он уже насилует малолетних девочек. Мне очень много приходит деталей, подробностей. Я просто не хочу травмировать людей, но то, что Назарбаев Булат является насильником и педофилом, это широко известно в Алматинской области. Здесь кто-то пишет, что у него 20 жен, 29, 30 и так далее. И у него их много. Это, опять же, широко известно. И вот, пользуясь этим чатом, я хотел бы всем тем, кто готов с ним бороться, прислать нам информацию. Мы его начнем преследовать всем народом. Так вот, по новому закону, который принят с 1 января 2018 года, принято следующее правило. Говорится о химической констрации. Здесь уже речь идет не о непростом аресте Булата Назарбаева и ему подобных, а именно о том, чтобы создать прецеденты и действительно, чтобы этот закон начал работать, подписан самим султаном Назарбаевым. Но они ведь как считают, что закон писан для других, а вот их этот закон не касается. Мы эти законы используем прямо против них. И они будут первыми, на которых этот закон заработает. Когда в демократии выборы Казахстана пройдут к власти, все эти законы мы применим в первую очередь на Нур-Султан Назарбаева и члены его семьи. И вот проверим, каким образом этот закон будет работать в их случаях. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Субтитры подогнал «Симон»!